Переназначаю опять датчики, местами меняю. Сейчас по итогу у меня левая, правая, задние перепутаны. Подкачиваем маленькие. Сейчас давно двоечку показать. Вот, компрессор у меня построен, резонанс. Так, все, двоечки сзади. Теперь мне надо поменять их местами. Чтобы поменять их местами, надо, не запоминайте, нажимаем центральное меню. Здесь можно выбрать бары, давление нижнего предела, давление верхнего предела, сигнализацию. И на задних колесах также. Это вот у нас название самих датчиков мигает. Нажимаем еще раз, начинают мигать все колеса. И здесь мы выбираем, какие колеса нам поменять местами. Так, еще раз. Нажимаем кнопку меню, удерживая ее 3 секунды. Доходим до параметров, когда у нас будут мигать названия датчиков. Нажимаем следующую кнопку. Это режим обмена датчиков. Подтверждаем этот режим. Вот этой правой кнопкой. И потом снова нажимаем кнопку меню. И выбираем, какие пары мы будем менять между собой. Нам надо поменять задние пары. Вот эти вот. И нажимаем подтверждение снова правой кнопкой. Удерживая ее. Чик. Все, мы поменяли. Она показала, что поменяли. Сохранила дата файл. И теперь нажимаем снова кнопку меню. И у нас задние колеса поменены местами. Сейчас проверим передние. Запомнили? Я сам долго парился. Пока не полез в интернет, не посмотрел, как это примерно делается. Правда, на других устройствах у меня же по-другому. Но, в общем, смысл. Вот в этой его рецептейной комбинации клавиш. Чтобы не переставлять колеса, грубо говоря, можно поменять на месте. Сейчас спускаем переднее колесо правое. И смотрим, оно ли это на датчике давления. Да, ребята. Это оно. Пало с двух и двух до двух и одной. Так что просто я его сейчас подкачиваю. И все. У меня датчики расположены правильно. Работают, говорят, не хуже, чем стоковые и фирменные датчики заводские. Ссылочка под видео. Датчики огонь. Судя по отзывам. Здесь стоит солнечная батарея. Давление на манометр тоже 2,3. Маленько страиваем, чтобы было 2,2. Удобно для джиперов. Стравился до 0,8. И ты видишь все показания. Все показания онлайн сразу меняются в течение секунды. Секунды двух. Так что не проедете, грубо говоря, колесо свое. Проедешь потихонечку. Это что за машина у тебя? Toyota. Старая Toyota. Да не сказать, что старая. Но низкая, да, низкая. Диски, диски красивые. На пляж ездят потихонечку. Модель TZ. Т7, да. И фаровые такие вот. Это как называется там? Mark X Toyota. Это уже просто рестайлент. Нет, это новый Килл. Редкая машина, правильно? Редкая. Редко, редко, мало. Машина 10, есть. 120-го кузова. И машина 5-30-го катается. Клуб 280. HP+. Саун вот такой вот. У меня серая кожа, ребята. Спидометр, аптитрончик стоит. Коробка. Веяние наше времени. Маска. Зеркало адвоксационное. Но низенькая, низенькая. Вообще низенькая. Субарик приехал. С прикольной штукой на крючах. Это что такое? Субар-апартизатор. Банка как надо. Вот в Субарях удобно, да? Вот у тебя вот остыка есть. Хоп. Причем у меня одинарный, а у тебя двойной. Как несправедливо, а? У меня одинарный стоит. Но зато в этот одинарный влазит аж литровая бутылка. На 205-м моторе. Турбинка ТД-04 стоит. Также верещит компрессор кондиционера. Вот у них эта особенность. Когда мало приона, он так верещает, начинает. Вот такой серенький, с черной, с жопкой внизу. Большой-большой трубой. Труба вообще какая-то огонь здоровая. По-моему, худжик такой же. Похоже на мою. Похоже. У него еще стишные сидочки. Здесь обшивка тоже, кажется, двери стишная. Руль-мазки. В общем, кайф с кондером. Коробка-провод-автомат. Мультируль. Таким этим. Сабарики. С 2000 года. Народу подъехало. Крузак подъехал. И Прайдик. Тундай поехал. Тойота Эксик. Мазочка еще поехала. Тут с девушкой подъехала на крючку. Держи полторы тысячи оборотов. Вентилятор на полную. Что-то не устраивает его в крузаке? Не устраивает. Сколько лет приона? Четыре больше, да? Больше. Сейчас перезальем полностью. Жара, ребята, капец. 36-35. Тут что-то спорят они между собой. Жара усиливается. Поливаемся водой. Вот тебе щетка. Теперь говори, что делать с ней. Счищаем вот так вот. Вот это вот говно. Нет, вот с этого. А с этого? А с этого что? Этот не надо. Вот с этого. Так это что же мой? Тоже твой радиатор, да? Ну, а, ну там тоже есть. Но ты его не стисишь. С этой стороны счисти. У нас все продавается через этот. Вон там, вон там сколько. Не видно ни хрена солнце. Ну, короче, вот так видно. Где-то по пуху-то ездил. Ага. Попуху. С девушкой. У девушки с жарком. Давай, чисти быстрее. Ей жарко, да. Улыбаешься. Вот сколько, смотри. Я говорю, по пуху ездил. Растребушили кого-то по ходу в этой машине. Медведя сбил, наверное, он весь в пуху. Весь перец в пуху. Касательно прошел вот так вот вскользь. Оставил кучу шерсти у тебя здесь. Шутим мы так. Субарик открыл. Замучился он работать, я его открыл уже. Здорово. Что надо сделать? Проверить можно там? Давай, открывай, поход проверим. Все, погнали. Заправляй. Давай, давай, держи болтовые тысячи. Вон такая панельная, если ты помни. Да, там ничего. Да, там ничего. Скоро архитекторов там откроет перекресток. Да, в сентябре. А раньше не откроет? Не, разметку в сентябре нанесу. Ахигеть. Вот тебе тоже ключ, щетка. Держи. Кручь все вот эти два болта на выключенной моторе. Наклоняй и херачь свой радиатор. У тебя там ровно то же самое. Надо чистить, ребята, свои радиаторы раз в год. Перед началом сезона. Следить надо за ними. Там пухом у тебя тоже все забито. Вот так, вот так, вот так, да. Вот так, вот так, вот так. Вот так хорошо, хорошо, да. Ну что, давай. Ты лучше вверх-вниз так. Только щетку мне не сломай. Это последняя моя щетка, любимая. Часто спрашивают по диагностике с теми, почему у меня кондиционер не дует. Вот смотрим пример Мазды. На мае здесь давление большое. Почему? Потому что они в соты вывалились с радиатора. И в инвесу забит радиатор, в грязи в веке, в грязи забит в кирапу. И в сот нет вот здесь, в павалентале все. Соответственно, у него большое давление. Соответственно, у него плохое охлаждение. Поэтому надо будет радиатор, может, менять этот уже, если он хочет, чтобы было холодно. Приходится поливать, а то и сдать его водой, снимать давление таким образом. Давление падает сразу здесь. Все, воду поливаем. Иначе все разорвется, не равно не будет, охлаждение нормально. Вот не поливал водой буквально минуту радиатора. Пока-то вот заправлял канистрой, пойду. Ну, смотрите, какое давление отрет у него. Уже 24 атмосферы. Поливаем, поехали. Себя тоже поливаем. Заебись. Такое холодное из колонки. Давление падает, когда себя начал поливать, и сразу начал давление падать. Ох, нифига, буря начинается. Какая-то пупыть, глядь. Так, вот, ребят, приехал Хорик. Амосфера на Ханкоке, на АТ-шке. 235 аж, на 60, на 16. Широченная. Как Ханкок вам резина? Ну, езжу два года. Мягкая поковина. До этого на Данлопе катал. Данлоп жесткий был. Гвоздем протыкаешь, едет дальше спокойно. Чуть-чуть, может, заметно будет, что ведет машину. Это садится на обод. Так что поковины у нее, я думаю, слабые очень. Вот смотрите по высоте. По-моему, мой выше, чем этот. По клиренсу зада, да? Мой повыше уже, чем СГ. Вот у нас сегодня еще один победитель соревнования. Волшебный пух 2020. Там у него, его, ребята, вообще нормально, нормально. Набрал. А, или ты машину взял недавно. И сам набрал. Твой пух? Чей-то, да? Мой, говорит. Давай, очистим. Забит был полностью радиатор. Вообще забит. Красавчик. Так, ну а я тут заправляю его всю, пытаюсь заправить. Toyota Mark II, да? Уже с перфорированным рулем перед деревом. Со вставками. Ну, кстати, вставки уже пошарпались. Я думал, не шарпается. 8 тысяч руль стоит? 8 тысяч без подушки стоит. Дорожевый, вентилятор у него. 1GZ, ГЕ, по-моему, вот. Кабинцевый. Так, баллон у меня остыл. Идет первое, оно идет. Давай 2000 оборотов. Антон приехал, говорит. Меня заправляли, у меня ничего не дует. Короче, вот так его заправляли. Они просто... Эти заправщики льют, блядь. Ни радиатор не смотрят, ни хера. Стоят на дороге. Вот так вот заправляют. Вот так его заправили. У него радиатор забит в хлам. Ничего не продувается. Что это? Что это? А, это пух. Считаешь, у тебя нету радиатора. Но они заправили его. Человек поехал и удивленно мучается, грубо говоря. Думает, почему у него ничего не работает после заправки. Еще и стрела гуляет. Видимо, они продули там еще воздух в системе. Типа, заебись заправили. Сейчас ездил с мамой деревней вместе с Тимохой. Тимоха, кс-кс. Как он не смотришь-то, а? Обиделся. Обиделся, что его деревню везут. Там классно будет. Поехали до Круглового терминала. До Ресовой. До Ресовой. Заброшенные коровники. Ночью здесь страшно ехать, да. Мы сдали фары. И светом едем. Вот здесь вообще в Чернобыль. Вот на асфальтик выехали. Заброшенный. Вот это здание было. Фара, видно, далека. На айфоне ни хрена, только сейчас она появилась. Правильно едет? Есть правила. На асфальтик, надо проедем. Ну, до кота дорога. Затопило? Есть еще одна. Кошмар. Страшное дело. Волота. Осталось здесь все. Волота. Волота. Волотом пахнет. Ужас. Как я один поеду здесь, буду бояться. Ну, то есть здесь не ездить, ездить по прямой. Да. Наверное, через день у меня поеду здесь страшно. Может, я не поеду ночью. Здесь пиздец. Хуже, чем в горах. Вот это да. Слава богу, я выехал на асфальт. Правда, засранный коровы. С такой дорогой достал баночку клоу. Пил, пил, пил. Только через две минуты понял, что это фанта, сука. Какие джиповские колеса. Там даже с крузака колеса не пойдут на такой дороге. Там только на К-700, наверное, мягко будет. Да и то не факт. Все, опять дорога кончилась. Это вот тот участок. Тот участок егивический. И на каких колесах ты поедешь. Только на гусеницах, бля, ездить. Что, емай. Это пиздец. Я даже когда с Владивостока машины гонял, было и то гораздо лучше, чем здесь. Когда там дороги не было. Блядь, я даже закурить боюсь. Сигарет не проглотить, случайно. Это пиздец. Вот так, в общем, регистратор показывает, когда нет освещения вообще. Никакого тока, свет, фар. Дальний, правда. Вот я включил подсветочку в салоне. Вот я включил, включил верхний плафон на жидких светодиодах. Блядь. Кое-как включил, потому что, блядь, трясет очень сильно. Выезжаем на дорогу. Слава богу, блядь. Идем. Да. Ура, блядь. Дорога, асфальт. Наконец-то. В общем, качество видеорегистратора оценивайте сами, ребята. Ну, мне кажется, вообще огонь. Вообще хороший. Все видно, все показывает. Ну, точнее, даже вот в ночном освещении. Вот, включенный всего, в принципе, фонарик наверху. И здесь два лампочки. Сейчас посмотрим еще, как показывают номера машин. Разгоняем все. Сотка скорость за городом. Единственная стойка вот эта вот. Очень сильно вот эта стойка перекрывает обзор. Надо будет сдвигать регистратор. Доехали снова до весовой. Сейчас скорость 120. Воняем в фуру. Вашу скорость передачи. Резина, естественно, громче, чем летняя дорожка. Но, в принципе, подлинно. Вполне даже так приемлемо. Просто такой пул небольшой, как в самолете присутствует. Но не сильно не отражает. Не так, конечно, как летняя дорожка. Есть такой пул, как будто самолет по Витонке едет. Это вот так. Зоехали в город, где она устроила Омск. Здесь асфальт отличный. Проезжаем с Геомоторс и так далее. От магазина. Там тот самый. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...